Пенсионный фонд подводит итоги года и доводит новую информацию. Какие изменения ждут граждан в 2020 году, рассказал управляющий Михаил Болдин. С апреля пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные, работающим и неработающим пенсионерам будут повышены на 7%. В августе проведут традиционную корректировку для работавших в 2019. А уже с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6%. Мы уже эту работу провели, все перерасчеты сделаны. То есть мы уже закрыли декабрь 2019 года. Сегодня мы уже приступаем к финансированию почтового отделения связи на выплату пенсии. Забегу вперед, скажу, что доставка пенсии через почту России будут осуществляться с 3 числа. У нас график с 3 по 22 число. А те гражданам, которые получают через кредитные организации свои пенсии, иные социальные выплаты, мы 30-го зачислим тем получателям, которые получают 9 и 14 числа. А получатели пенсии, которые по графику получают через банки 22-го, соответственно, 22-го числа, 22-го января будут зачислены пенсии. В уходящем году в законодательство внесены изменения касаемо материнского капитала. Закреплена функция проверки пенсионным фондом, приобретаемых за счет мат-капитала квадратных метров, на предмет их пригодности для проживания. Размер материнского капитала с января 2020-го составит 466 617 рублей. Меняется и порядок начисления ежемесячной выплаты на ребенка для семей с низким доходом. Срок предоставления ежемесячной выплаты с 2020 года увеличивается в два раза. То есть, если мы, я уже сказал, платили до полутора лет ребенку, теперь будем платить до трех лет. И увеличивается, соответственно, доход. Если ранее низким доходом считался полуторакратный доход, то теперь будет уже двухкратный. То есть, если в семье доход на каждого члена семьи в 2020 году ниже 23 026 рублей в Ивановской области, отмечу, на каждого члена семьи, то они имеют право за счет средств материнского семейного капитала на выплату в месяц 10 327 рублей уже с 1 января 2020 года. Со следующего года в России начнется введение электронных трудовых книжек. Гражданам до конца года нужно определиться, на каком носителе будет вестись их трудовая биография – на бумажном или цифровом. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о трудовой деятельности того или иного гражданина. Ну и также работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход на электронные трудовые книжки будет носить чисто добровольный характер. И позволится сократить, наверное, и прохождение документов, и сохранить и бумажную, конечно, трудовую книжку, есть возможность. Для тех, кто начнет свою трудовую деятельность 2021-го, выбора уже не будет. Трудовая книжка у них будет электронной. А еще с октября текущего года не выдается СНИЛС. Вместо карточки граждане теперь получают уведомления. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.